В эфире программа «Законодатели». Вас приветствую я, Мария Владимирова, и начнём традиционно с дайджеста парламентских решений. Законодатели приняли изменения в бюджет 2015 года. В результате сокращения расходов по некоторым направлениям и оптимизации удалось перераспределить часть средств на приоритетные направления. Я бы выделил три направления. Первое – это наше приоритетное направление – это социальная поддержка населения нашего округа. Дополнительно мы выделили сегодня сумму 65,7 миллиона рублей по социальную поддержку жителей округа, в том числе на предоставление права бесплатного посещения бань неработающим пенсионерам, на компенсацию, на материальную помощь по зубопротезированию для людей старшего возраста, на лечение за пределами Нинского авторного округа. Также средства будут направлены на единовременную выплату ко дню пожилого человека. Бесплатное питание предусмотрено для детей в возрасте до трёх лет и другие социальные меры поддержки. Второе направление, которое выделил председатель собрания – это поддержка местных сельхозтоваропроизводителей. На эти цели дополнительно из бюджета выделено 109 миллионов рублей. Окружные законодатели с помощью этих средств поддержали СПК Путильича. 23 миллиона рублей пойдут на компенсацию затрат, потраченных на строительство нового современного убойного пункта и приобретение оборудования. 24 миллиона рублей получат оленеводческие хозяйства на производство мяса оленины. И 58 миллионов в виде субсидий будут направлены на развитие животноводческой продукции. И третье направление – это поддержка учреждений и организаций, которые работают на территории округа. В частности, мы приняли решение выделения порядка 7,9 миллиона рублей нашему Наримарскому АТП в качестве компенсации недополученных доходов при пассажирских перевозках. Также было принято решение выделения 77 миллионов рублей нашему Наримарскому авиапредприятию на приобретение двух самолетов новых взамен Ан-2, более комфортные, более экономичные. Около 15 миллионов рублей выделены Департаменту образования, культуры и спорта на финансирование учреждений – аграрно-экономического техникума, детского сада «Умка», Дома культуры города Наримар и этнокультурного центра. Окружные депутаты поддержали субъекты малого и среднего предпринимательства. По словам заместителя губернатора Татьяны Лагвиненко, изменениями в закон предусмотрен пересмотр видов деятельности, для которых применяются дифференцированные налоговые ставки в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Всего для применения налоговой ставки 5% выделяется 21 вид деятельности, для ставки 10% – 7 видов. Также поправки предусматривают установление дифференцированной ставки при применении упрощенной системы налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы. Предлагается установить ставку 1% для 17 видов деятельности, 3% для 6 видов. Изменения в окружной закон предусматривают расширение перечни видов деятельности, для которых возможно применение патентной системы налогообложения. Добавлено 16 видов деятельности, в том числе сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений, производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования, деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами. Согласно поправкам в окружной закон, в дополнение к производственной, социальной или научной сферам, налоговая ставка 0% устанавливается для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бытовых услуг населению. Введение в действие указанных изменений предлагается с 1 января 2016 года. Спикер собрания депутатов Анатолий Мядин обратился к Татьяне Лаговиненко с просьбой оперативно довести информацию до предпринимателей округа. Подробнее о прошедшей сессии поговорим сегодня с гостем в студии. Я приветствую законодателя. Сегодня это заместитель председателя окружного парламента Татьяна Бадьян. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Как я уже сказала ранее, мы поговорим подробнее о решениях сессии, которая состоялась во вторник, и там были приняты, на мой взгляд, достаточно серьезные решения. Одно из них касалось бюджета 2016 года. Это такое весомое событие. Мы много говорим в этом году о бюджете. Он поменялся принципиально, он стал однолетним, в отличие от своего предшественника. Расскажите, пожалуйста, основные параметры этого бюджета 2016 года, как мы будем жить и, в общем-то, на основе чего формировался он. Я хочу сразу же сказать, что меня спрашивают о бюджете. Это значит, спрашивают, будет ли выполняться социальная направленность бюджета. Потому что ввиду комиссию по социальной политике и, собственно говоря, абсолютно уверена, что именно это направление волнует каждого гражданина, каждого селянина Минско-автономного округа. Потому что самая главная работа власти исполнительной, законодательной, это обеспечить, конечно, хорошее самочувствие семьи. Поэтому вот на вчерашней сессии, прежде всего, были выполнены основные положения нашего бюджета, корректировка бюджета за 2015 год, которые, на мой взгляд, имеют тоже устро-социальную направленность. Ну, во-первых, были поддержаны такие статьи, как сохранить единовременную выплату к дню инвалидов. Инвалиды первой, второй, третьей группы традиционно еще раз им будет оказан вот этот знак внимания, потому что мы понимаем, что по доступной среде у нас в округе предстоит еще много сделать. И так как это еще не сделано, пусть хотя бы люди самостоятельно решают, как можно за счет этой выплаты свои какие-то вопросы выполнять. Я хочу сказать, что были выделены ассигнования на поддержку банного вопроса. Вот, может быть, это странно, но почему нет? Люди пожилого возраста, когда они работающие пенсионеры, по-прежнему могут охранять свое здоровье, свое вот такое духовное самочувствие, да, в эту зиму посещать наши бани. А то есть до этого было... Нет-нет, это висело под вопросом, если бы это... Не выделили деньги? Да-да-да, если бы не были выделены деньги, были бы какие-то изменения. Я хочу сказать, что у нас ведь очень хорошо в округе решается вопрос оказания высокотехнологичной помощи. 177 человек вот за 15-й год получили эту помощь. Это, безусловно, и онкобольные, и сердечно-сосудистые болевания, опорно-двигательные аппараты. По-прежнему мы гарантируем, что это будет сохранено, как были выделены деньги и в 15-м году, и на 16-й, на параметры 16-го года. Конечно же, в этом правильно будет сохраняться. Оказывана поддержка в этом году и СПК Путилича, то есть сельхозпроизводители, вот то самое мясо, рыба, молоко, которое мы все ждем ежедневно, хорошего качества. И привыкли уже к своей продукции. И в теме, как импортозамещение, на сегодняшний день очень важно. Обсуждался вопрос, конечно же, и поддержки нашей транспортной службы, это АТП, выделены деньги на приобретение транспорта для авиапредприятия. То есть максимально учтены все посылы, которые высказывались в течение 2015 года, с тем, чтобы расширить и географию транспортную, с тем, чтобы, еще раз говорю, у нас было хорошее питание на наших столах. Это все сделано. Ну, я так полагаю, от населения только завести, теперь уже организовывать этот общественный контроль и по доступной среде, и по качеству продуктов, и хлеба, и молока, и масла, с тем, чтобы наши производители все время были в так называемом тонусе о том, что мы работаем для населения. И вот, может быть, я по-прежнему говорю, что на любом участке, где ты или работаешь, или ты руководитель, или ты рядовой член коллектива, или ты законодатель, или ты в органах исполнительной власти, мы все должны относиться к уважению, мы все должны, собственно говоря, выполнять ту функцию, до которой предназначено, это служить населению, с тем, чтобы наш округ был стабильный, чтобы стратегия 2020 выполнялась безукоризненно, потому что осталось нам, собственно говоря, не так и много, 5 лет. Хорошо это понимают и на федеральном уровне. Мы сегодня говорим, что в России много вызовов, много вызовов и у нас в регионе, безусловно, но, тем не менее, вот эти грамоты, правленческие решения и консолидации всего гражданского общества на выполнении первоочередных задач, которые определены майскими указами президента, вот этой своеобразной национальной стратегии успеха, она должна быть всем понятна. Поэтому, если мы говорим о предоставлении участков и выделении для многодетных семей, ну, мы так и понимаем, что любая семья, если даже не относящаяся к этой категории, имеет право получить участок, строить свое жилье или получать эконом-жилье. То, что у нас, к сожалению, вот еще западает, это вот основные приоритеты, например, на 2016 год. По-прежнему говорю о том, что максимально будем мы соблюдать и социальную поддержку. Ну, и ответственно говорю, что, конечно, нужна корректировка. Вот очень долгие дебаты, например, шли по поводу изменений, скажем, оплаты труда. Да, вот тут вот все мы понимаем, что на сегодняшний день равно получать за один вид деятельности никто не будет, потому что мы находимся в конкурентоспособном таком состоянии. Рынок труда, начиная от, ну, так вот, продавца, заканчивая руководителем образовательных организаций, заканчивая руководителем отдела госорганов, это все сейчас расценивается с точки зрения эффективности труда, ну и, конечно же, соблюдение, может быть, таких вот параметров, что мы должны достойную заработную плату хранить. И что такое эффективный контракт? Вот если так вот немного, опять же, говорить на бюджет, он тоже в бюджете 2016 года учитывается, потому что, сохраняя базовую часть, мы обязательно должны продумать и стимулирующие с тем, чтобы, опять же, майские указы были выполнены, то есть в социальной сфере должно быть на уровне средней по экономике, поэтому сейчас бюджет 2016 года будет предельно разбираться на бюджетной комиссии, которую возглавляет Анатолий Васильевич Меонген. Она разделена по параметрам. У каждого параметра есть, собственно говоря, свои депутаты, которые более глубоко знают эту тему. Ну и такая вот напряженная работа, она должна пройти, чтобы уже в декабрьской сессии бюджет был принят. То есть мы можем говорить, что в Новый год мы войдем с новым бюджетом? Конечно, и особенность этого бюджета, как раз ведь мы знаем, только на 2016 год, хотя планы 18-й мы сейчас просчитываем вместе, понятно, с администрацией округа. Но трудные времена и трудные будут решения. И об этом все время говорит наш губернатор Игорь Игоревич Кошин о том, что мы должны очень взвешенно решение приводить, не нарушая баланс стабильности, который есть у нас в округе. Елена Николаевна, вы, отвечая на вопрос про бюджет, уже затеяли ту тему, о которой я хочу с вами поговорить также в рамках этой программы. На сентябрьской сессии не на этой был принят закон, который предусматривает новую систему оплаты труда для государственных служащих. Но в то же время после общественных обсуждений был снят с рассмотрения вопрос, который подразумевал переход на такую же систему оплаты труда бюджетников. Вы, в общем-то, уже в общих чертах обрисовали эту систему. Но можете сейчас поподробнее рассказать, что же за новая система оплаты труда? Ну, переход на эффективные контракты – это обязанность всех управляющих структур формировать вот эту систему. И, на мой взгляд, ведь я еще раз, может быть, повторюсь, собственно говоря, именно эффективный контракт, он должен создать прослойку интеллигенции, если мы говорим о культуре, образовании и здравоохранении. Мы должны именно за счет вот этих управленческих решений сформировать средний класс России. А что значит у нас будет вот такой слой интеллигенции, российской интеллигенции? Это значит, будут выполняться параметры нравственности, духовности, стабильности государства в ее национальной безопасности. Трудный вопрос, конечно, этот решать. Мы немного отстаем в этой теме, и поэтому… Отстаем от кого? От российских регионов других? От российских регионов, потому что, если говорить по образованию, ну, я, собственно говоря, люблю образование, очень переживаю за него. Оно ведь было многострадальное. Мы помним полномочия, переданные в Архангельскую область, где пять лет. Любой руководитель образовательной организации делал отчеты в Архангельскую область, делал отчеты муниципальные, делал отчеты в окружную, размещал на сайте. То есть вот ворох отчетности и стремление отчитаться, потому что это обязанность руководителя, да, и в то же время на второй план выходила оценка качества. Поэтому запоздали мы немного с ведениями фиктивного контракта, но вместе с тем, чтобы вот именно осенью уже решать этот вопрос, на мой взгляд, на взгляд, собственно говоря, вот общественное обсуждение, потому что этот закон шел на общественное обсуждение, и коллеги правильно сказали, безусловно, есть понимание о том, что на сегодняшний день миссия педагога поднята. Это педагог 15-го года, это не то, что было в 10-м году, когда на всю страну был объявлен годом учителя, потому что действительно тот процесс уходили лучшие из школ и детских садов, из СПО. Сейчас же намечается стабильность, и ярким примером того, что вводятся в регионе экономические рычаги, привлечения и сохранения обновления педагогических кадров. В этом году у нас много молодых педагогов. Конечно, конечно. У нас пришли юноши работать в образовательной организации, причем мы с удовольствием видели тех, кто отправляется, так сказать, на болевые точки, это поднимать сельское образование, где в рамках единого образовательного пространства всей страны, в том числе и округа, очень-очень важно. То есть это правильное решение. Но придя на работу, молодой человек должен видеть вехи своего роста. И у молодежи не надо это скрывать, гораздо больше практицизма, чем идеологии. То есть если он будет видеть, что после отработав 2-3 года, 4 года, иметь такой-то уровень заработной платы, вот оно, собственно говоря, стабильность в душе, вот оно призвание профессии и так далее, и так далее. Если же мы пойдем грубым путем, вот убрав то, что уже сложилось по старой системе оплаты труда, мы, вероятно, не совсем добьемся то, что подразумевает сам эффективный контракт. Поэтому на сегодняшний день разрабатывается модель, которая сохранит базовый оклад. Вот появились такие наметки, например, что у нас по старой системе оплаты труда и вводятся серьезные проценты от оклада за стаж работы. Идет дискуссия в обществе, стаж работы. Если он гарантированно, скажем, там, от работы в 20 лет, 40% от оклада уже педагог имеет. Но готов ли он к новым федеральным государственным стандартам? Готов ли он к тому, кого выпустит, ну, от нынешнего первоклассника, через, пройдя среднюю школу, какие нанотехнологии будут в тот момент, да? Поэтому то, что каждый работник бюджетной сферы должен понимать, что он должен быть конкурентоспособным, но для него созданы будут вот эти условия получать и зарабатывать больше за его стремление опубликовать свой опыт в научных журналах, собственно говоря, высказывать позицию, на что, на мой взгляд, очень как-то трудно у нас идёт, у работников культуры и здравоохранения. Если педагоги появляются, вот в вашей студии, в наших региональных газетах, вот оформляют свой опыт на сайтах, вот, скажем, Центра развития образования, то вот опять же, если возвращаться, скажем, к форуму здравоохранения, который проводил Народный фронт, очень трудно было найти из работников здравоохранения, людей, которые серьёзно бы вот высказывались в прессе своё мнение о том, что на сегодняшний день, опять же, есть указ нашего президента о введении вот норм ГТО, о том, что надо заниматься профилактикой очень серьёзно, следовательно, вкладывать деньги именно в эту часть, тогда и оптимизировать, скажем, систему здравоохранения, и оказывая, безусловно, медицинскую помощь больным людям, но с учётом вот качественно построенной профилактики мы сможем получить экономический эффект вот во втором этапе, когда мы просто приходим уже совершенно большие больные к врачу, ну что вот, начинается, да, и начинается, между прочим, мы ведь люди-то очень простые в этом плане, нам врач, собственно говоря, в голове уже понимают, что у нас запущенный вариант, мы не получаем быстрого эффекта оздоровления, и мы начинаем оценивать врача. На сегодняшний день мы оцениваем, хороший или плохой, а вот как раз эффективный-то контракт, он и должен разработать независимую, субъективную, объективную вот оценку деятельности педагога, ну, врача и работника культуры, поэтому я возвращусь вот к этой разработке, скажем, стажевых, на мой взгляд, я бы оставила, может быть, вот эти стажевые для работников культуры, потому что у них-то как раз вот заработная плата не дотягивает до средней поэкономике, и тем более вот даже вот находясь в нашей студии, вот, готовясь к эфиру, я убедилась в том, что очень важно сохранить вот людей, которые для культуры делают вот уют, делают основу такую, ну, это очень важно, технические персоналы, скажем, и для работы в школе, детском саду, любой помощник воспитателя, любой технический работник школы, которая, ну, грубо говоря, шваброй не стукнет там родителей ребенка, улыбнется, конечно, да, с какой-то информацией, где находится, например, руководитель, или какое мероприятие проходит в стенах там детского сада, да, это вот как раз то самое, что формирует, вот я постоянно говорю, и наше спокойствие и самочувствие, уважение друг к другу, и мне кажется, это очень важно, потому что работа в бюджетных организациях, а что уж говорить, у нас промышленность в округе не совсем сильно развита, я не говорю нефтегазовая вот отрасль, да, поэтому, может быть, живые, возможно, там максимально сохранить, не знаю. Здесь очень важно как раз участие коллегиальное, участие всех заинтересованных сторон, очень важна роль общественного совета, кстати, это отдельная тема, работа общественных советов при органах власти. Это или люди, которые под козырёк, или всё-таки туда входят удобные так называемые люди, да, или всё-таки там есть те, которые хотят стремяться к тому, чтобы вырвать максимально правильное решение с тем, чтобы оно легло в основу принятие решений депутатами, потому что важно мнение именно специалистов, важно мнение, которое высказывают разные слои населения, потому что перед депутатами это стоит другая задача, принимая закон, мы отслеживаем его потом эффективность, мы отслеживаем его, собственно говоря, результативность, и эта работа без общественности, конечно, не может идти. Ну вот, может быть, вот опять же 126-й законопроект, многострадальный, который отрабатывался с июня месяца, это поведение платного проезда автотранспортным предприятием. Конечно, это касается, собственно говоря, только жителей города, но вместе с тем из села приехали люди, выгрузились, значит, возле нашего речного вокзала и садясь, например, в межмуниципальный маршрут единичка 101, да, они должны понимать, что если этот человек приехал в гости к детям старше 70 лет, то он бесплатно поедет. Если это, конечно, приехал внук встретиться со своими родителями, бабушкой, которые живут в благоустроенных квартирах города Наринмара, то он должен будет заплатить стоимость, которую должно определять вот уже как муниципальные органы, так и исходя вот из этого закона, который приняты окружными депутатами. Татьяна Николаевна, понятно, что вопрос о новой системе оплаты труда, он вызвал самые бурные эмоции, самые бурные мнения. На мой взгляд, это происходит потому, что люди просто-напросто не готовы к переходу на такой режим работы, потому что это вот, это мое сугубо личное мнение, вот ваше мнение. Готовы ли у нас люди на переход вот такой? Ну, вы, Маша, правильно ответили, что еще и не были готовы. Почему? Потому что критерии оценки деятельности любого человека, они должны быть понятны и прозрачны. Они не должны быть надуманными, но если есть какой-то пункт, например, мы должны вот опять же по образованию, уж извините, попасть в знаменитые такие рейтинги, топы. Да. Куда мы не попали, к сожалению. Конечно. Мы не попали ни по доп. образованию, а там она выше в регионе, вот у работников доп. образования, да. Мы не попали в топ 500 лучших школ. У нас нет топа 100 лучших руководителей образовательных организаций. Ну вот не попадаем, поэтому где-то есть и жесткий критерий, что нужно сделать, а где-то нужно, собственно говоря, все равно учитывать региональную особенность. Вот я повторяю. То есть проанализировать, например, скажем, кадровую проблему. Если она сегодня, это средняя педагогия, то надо понимать, что у них еще есть дети. Поэтому предусмотреть, вот, может быть, какие-то коэффициенты с учетом этого. Посмотрите, ведь мы попали вот в такой неприятный для нас антирейтинг, да, вот эта по алкоголизации. Второе место, да. Да, а ведь там один из параметров всего этого. Что такое, например, то, что и подростки, и лица, находясь в алкогольном опьянении, совершают вот эти преступления. Значит, где-то у нас социальные службы сопровождения не проработаны. Значит, для социальных педагогов в образовательной системе нужно поставить вот этот критерий, то есть чтобы как можно меньше было правонарушений, и озаботиться вот этой проблемой, профилактикой, реально заниматься профилактикой алкоголизма, наркомании и так далее. Но у нас есть и серьезные, мы же в этот топ попали, что у нас и законодательство по этому поводу не работает. Значит, вот для нас, депутатов, нужно как раз сделать аудит наших законов, направленных на антиалкогольную пропаганду. Ну, газета «Известия» как раз-таки написала статью вчера, да, федеральная антимонопольная служба хочет запретить регионам самостоятельно принимать вот такие сухие законы, потому что они порождают нелегальную торговлю алкоголем. И этот. Да. И, в общем-то, там Ненецкий округ только вот страдает такими законами, неэффективными. Очень много субъектов Российской Федерации, там даже сказано конкретное число 85. То есть, получается, все, да, где принты подобные документы, они не работают. Да, 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 да. Поэтому без участия, например, общественного контроля, без обсуждения общественности у нас, собственно говоря, многие вопросы-то и мы не решим, потому что мы должны быть сами участниками решения в этих законах. И я полагаю, что собрание будет трудиться совместно с органами исполнительной власти. У нас будет много работы, тем более, что не секрет, ведь еще месяц-полтора Россия была другой. Это и крушение нашего самолета, теракт, и буквально вот вчера такие события с Турцией. Поэтому готовность вот к переменам, в том числе и введения эффективного контракта, в том числе и к изменению бюджета, в том числе и к изменению, извините, вот каких-то вот таких вот размеренного темпа, связанного с влиянием бюджета, мы должны быть готовы. У нас другого выхода нет. Ну, конечно. Татьяна Николаевна, кстати, чтобы пояснить нашим телезрителям, до этого мы говорили о том, что не совсем понятен механизм, да, а как будет оцениваться труд работника, например, бюджетной сферы. Что нужно сделать, чтобы эти механизмы стали понятными, прозрачными, чтобы человек знал, что он и за что получит? Я бы больше советовала проводить информацию. Вы знаете, я же учитель-то советской страны, и у нас, помню, еженедельно мы должны были сами проводить политинформацию с нашими воспитанниками. Ну, что значит провести? Это прежде всего нужно самой же подготовиться и вот это и понять. Вот сейчас, на мой взгляд, мы немного недорабатываем информационной пропаганде майских указов, информационной пропаганде и информирование граждан, что было в послании 2015 года, что выполнено. Поэтому здесь огромная роль, конечно, перед руководителями разного уровня. Пусть это будет или нефтяная ненецкая компания, или это АТП, или детский сад, гнездышко, без разницы. Но вот именно на руководителей ложится вот такая серьезная работа. И они ведь сегодня уже работают по эффективному контракту, но, наверное, он еще тоже не совсем эффективный, потому что не проглядывается. Пока вот создание модели эффективного контракта, и тем не менее мы все равно должны, на мой взгляд, на него перейти с 1 января, ой, извините, с 1 сентября уже 16-го года. Мы должны быть к этому готовы. Поэтому участие каждого. То есть вот на федеральном портале есть такой портал, такой активный гражданин. Так вот мы тоже должны быть активными гражданами, понимаете? Не оценивать так, как у нас это принято, решение после того, как. Так сделано, да. Конечно. А, собственно говоря, что вам мешало? Ваше разумное, да, действительно у вас разумное предложение. А почему вы раньше не сказали? Мне очень нравится здесь, вот как работают общественные организации, которые возглавляет Надежда Гейн-Ковалевская, вот общество инвалидов, которая возглавляет Бажуков Борис Иисуслович. Вот они именно доступную среду и вот свою вот эту линию, они молодцы. Они приходят всегда с конкретным решением, они никогда не обижаются, они всегда говорят спасибо, но может быть вот так еще сделать? Вот они очень грамотно работают. Кстати, хочу добавить, когда шли общественные слушания по бюджету 2016 года, только от двух жителей поступили обращения. А потом, когда уже будет принят бюджет, я представляю, сколько будет возмещений. Да, да. А ведь как раз вот капитальный ремонт, это же тема федеральная. И если посмотреть у нас на деревянные дома в поселениях, на деревянные дома города Наринмара, в которых сейчас-то холодно и неуютно, и плохо. Кстати, майские указы предполагают их эффективность смены жилища для россиянина 1 раз в 15 лет. А мы все еще только ждем, да. И приходит официальное письмо, вот, например, у меня есть такая площадка, как Ленина 43, людям просто там холодно жить, но их ставят на капитальный ремонт в 2023 году. Они что, должны чувствовать радость, что ли, какую-то? Конечно, нет, да. Может быть, нам деревянные дома, по примеру, Ямала как раз освободить тоже от взносов на капитальный ремонт, потому что это, ну, благоустроенный барак, и уже, мягко говоря, сейчас. Ну и потом такие предложения на уровне Госдумы уже поступают, они уже начинают рассматриваться. Да, да, да. Татьяна Николаевна, время нашей программы подходит к завершению. Я уже убедилась, что невозможно определить одну конкретную тему, потому что депутатская работа, она вся такая всеобъемлющая. Да, многогранная. Да, я вас благодарю за то, что вы пришли в программу «Законодатели», и приходите еще, приглашаю всегда с большим удовольствием. Спасибо, спасибо, спасибо. Это была программа «Законодатели». Всего доброго, увидимся.